Всем привет с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм и сегодня будет видосик посвященный Мазинку, а именно модпаку. Давно не было таких серий, летсплей, летсплей одни, но я решил записать наконец-то видосик, потому что накопилось много информации насчет модпака. И я решил вам об этом всем рассказать. Эта группа, кто не знает модпакера Мазин Хролли Плей, это его группа, ссылка на группу будет в описании, подписывайтесь. Итак, много новых новостей произошло, пацаны, сейчас мы их всех посмотрим и разберем подробненько, так сказать. Обязательно ставьте лайки, потому что я думаю вы любите такие видосики, и на самом деле я люблю снимать разговорные видео, поэтому поддержите меня. Давайте на этой серии постараемся набрать 100 лайков, потому что новостей очень много и все хорошие. Ну что ж, погнали. Ну что ж, давайте начнем с самых старых новостей, которые я вам не показывал еще. Это вот такой скриншотик машин. Скриншотики мы эти обязательно рассмотрим, я уже себе сохранил их на компьютере, и мы их подробно увеличим, там посмотрим и так далее. Это форт, я так понял, будет полиции, он переделан из скорой помощи в полицию, если что, а то там многие ему писали здесь, что типа модель украдена там и так далее. Поэтому да, вот такие вот дела. Идем дальше. Вот такой вот скриншот, где мы видим Mitsubishi Lancer 8, да, это вроде бы 8, если я не ошибаюсь, это не 9, хотя может, блин, не знаю, вроде бы это 8, Lancer. И сзади у нас Nissan Skyline 34. Очень красивая фотография на самом деле, просто, блин, круто. Мне кажется, что Lancer будет, кстати, вместо Subaru, а вот Nissan GTR 34 будет вместо Silvia, и, скорее всего, да, так, наверное, оно и будет. Ну, блин, очень крутая фотка, блин, прям еще так красиво эффекты сделал, прям, эх, классно. Так, ну, Рома, делай красоту, это такой постик. Вот, было голосование, точнее, оно и сейчас, по-моему, есть. А, какой уклон делать по скинам в модпаке, он спрашивает, что вы желаете больше видеть? Больше гражданских скинов изменить, боефракционные скины, и то, и то. Я проголосовал за то, и то, ну, и многие проголосовали за то, и то. Поэтому вы тоже заходите, голосуйте. Обязательно заходите, голосуйте, кто желает, кто хочет помочь, разведите модпака, пишите свои идеи там, и так далее, пацаны. Вот еще такой, мотик с паблика, но угодный, автор указан. Не знаю, это он либо по приколу выложил этот, так сказать, пост, чисто показать, либо этот мотоцикл, либо этот мотоцикл будет вместо Yamaha R1. Ну, надеюсь, Yamaha R1 трогать не будет, потому что, ну, блин, это культовый мотоцикл, это просто классика уже, его, я считаю, трогать вообще не нужно. Yamaha R1 вообще нельзя трогать, как по мне. Ну, да ладно, надеюсь, его не изменят. Идем дальше, тоже вот мотоцикл, красиво же, почему нет, так. И вот тоже новый постик такой, это Mercedes E63 в виниле, в таком змеином виниле, вроде бы как. Я не понимаю, либо это камуфляж, либо это, типа, змеиная кожа, знаете, ну, что-то похоже на змеиную кожу, видите, как-то. Видите, аж вот эти, блин, ну, вблизи, не знаю, вы видите, видите, такие аж, идут полосы такие, видите, такие мини-полосы, как у змеи. Ну, скорее всего, мы, наверное, это змеиная кожа, под змеиную кожей, или камуфляж. Не знаю, пишите, как вы думаете, это змеиная кожа, либо камуфляж. Здесь написано, как можно не любить Mercedes-Benz. И вот постик тоже, недавно вышивший, красивый видок. И он пишет здесь, пора не, наверное, что-то с дальнобойщиками решать, пацаны. Поэтому пишите свои идеи насчет дальнобойщиков под этим постом. Это у нас BMW M5 F90. Надеюсь, что E60 оставят. Оставят E60, и все будет заебись. Или это, постоп, это какая бэха? Так. Лучше бы F10 M5. Нет, F10 F5 нет, вот M5 E60 самый лучший в аликах, по мне. Просто, видите, какая активность на постах, просто вы красавчики, реально. Да, конечно, я так распиаривал эту группу, но, блин, понимаете, я беру отсюда контент, так сказать, информацию, и взамен я пиариваю эту группу, пацаны. У меня с ним договоренности нету. Он вообще меня не знает, как бы, и никогда с ним не общался. Кто не в курсе. Вот вас 965 человек на данный момент в группе. А вот выпущу я модпак. Что дальше? Что с вами зябликами делать? YouTube, что ли, заниматься? Что-то вроде канала, СМИ, или же продолжить ваши варианты в комментарии? Ну, не знаю, блин. У него есть, кстати, канал в YouTube, но к этому мы перейдем позже. Так, до 1000 чуть-чуть осталось. И туда, вот, немножко осталось, пацаны, подписывайтесь. Повторю, ссылка на группу есть в описании. Станцую лезгинку. Будет 1000 человек, станцую лезгинку. Давайте, пацаны, давайте подпишемся, лезгинку станцует. Вот, деталь, кстати, пост вышел. Ван Гую сегодня будет... Давайте напишем в реале. Ван Гую. Сегодня будет 1000 подписчиков. Так. Я не знаю, он, наверное, мой УК даже не знает. Давайте я напишу вот так вот, ему, короче... Пацаны, реально, подписывайтесь все просто. Ну, потому что, реально, группа хорошая, много информации здесь выходит. Поэтому подписывайтесь. Ну, что ж, давайте перейдем к каналу. Вот, презентация Mercedes-Benz V124, то есть, волчок. Это видео, видите, он в группе своей закрепил. Но это видео также есть на его канале. Вот его канал, короче, в YouTube. Тоже подписывайтесь. Ссылка на канал тоже будет в описании. И давайте посмотрим эту презентацию. Я уже смотрел. Но я смотрел, кстати, без звука, потому что я там... Был занят. Я был вообще не дома в это время, когда этот видос вышел. Ну, да ладно, давайте посмотрим. Надеюсь, там музыка не авторсквистала. Так. Я что-то слышу с авторскими правами немножко. Давайте я вот так прикручу, надеюсь. Так. Блин, я толком ничего не посмотрел. Очень короткий видос. Давайте вот так отрывками хотя бы посмотрим на эту машину. Так, по-моему, изменился бампер. Это, по-моему, АМГ. Волчок, я так понял, в комментариях. Или нет? Кстати, вот я так понял, что вот этот Ром... Роман Филиппов это зэга 07 сервера. Я так понял. Вроде бы как. Так, давайте будем останавливать. Ну, моделька тоже классная, на самом деле. Е-200. Бля, какая жопа сочно, реально, пацаны. Вот эта жопа просто. Охуеть. Салончик такой, блин. Ну, чётенько, чётенько, пацаны, чётенько. Так, давайте посмотрим теперь подробно все скриншоты, какие вам показывал. Так, давайте начнем с BMW вот этой. Так, это BMW M5 F90. Я не знаю, что здесь изменилось, но, по-моему, она более тако качественная стала. Не, ну, симпатичная машина, не спорю, да. Я не против, что она в Апаке будет, как бы, классная машина. Но, блин, пусть, пожалуйста, не убирают M5 E60. Просто я обожаю эту машину. Блин, я захожу чисто ради неё покататься на мазинке, там, вечерком под мазончик. Потому что мне эта машина внешне очень нравится. Поэтому, надеюсь, E60 не тронут. Ну, а так, машина тоже классная, в принципе. Прикольная такая. Так, идем дальше. Ох, вот эта картинка вообще просто, соска. Mitsubishi Lancer. Ах, какой красавец просто. Ммм, смотрите. Блин, круто, что Lancer. Наконец-то нормальный Lancer. Потому что 10 Lancer, он классный, да. Вот этот Evolution, именно Evolution. Есть обычный Lancer. Он переднеприводный вообще. Это Evolution, полноприводный. Симпатичная машина, классная. Надеюсь, что именно вот этот 8 Lancer поставит именно на 10, вместо 10. Потому что, на самом деле, мне 9 Lancer больше всего нравится из всех Lancer. Мне кажется, 9-й самый прям охуенный. Ну, и остальные, в принципе, неплохие. 8-й там и так далее. Тоже они неплохие. Но больше всего мне нравится 9-й. И сзади стоит легенда, на которой в фильме ездил Пол Уокер. В принципе, да. К царству ему небесный, конечно. Жалко. Очень любил этого актера. Мне очень нравилось. Я все форсажи смотрел просто. Ну, да ладно. Сзади у нас показывается Nissan GTR R34. В принципе, тоже симпатичный. Давайте попробую увеличить его по максимуму. Вот. Тоже красивый такой. Классная машина. Мне нравится. Так, идем дальше. Вот этот мотоцикл, короче, с паблика. Не знаю, стоит его смотреть или нет. Мне просто взял фоточку. Это Dugati, я так понял. Это не Dugati, на котором Афони разъебался. Типа, вот это постановление там было. Собственно, не такой же Dugati. Я просто не понял, как он выглядит. Вроде что-то очень похож на вот этот Dugati. Хотя нет, это не тот Dugati, какой Афони был. Ну, или есть, я не знаю, короче. Ну, нормально, что. Так, идем дальше. У нас это получается. Ford DPS. Сзади я вижу таксишки. Но я не знаю. По-моему, это Opel. Вот это, по-моему, Opel. По-моему, так в новом Апаке это Opel. Если я не ошибаюсь. Ну, а вот теперь у полиции будет такой фургон. Ford Transit, я так понимаю. Полиция. Наверное, в ППС будет, скорее всего. Либо в ТПС, я не знаю. Наверное, в ППС, да. В ТФРОН будет, скорее всего, в ТПС. Ну, нормально, что, нормально. О, ешка, ешка, ешка. Ешка в камуфляже. Видите, я вот эти вам ребрисы все-таки говорил, какой змеи. Знаете, что-то очень похоже со змеей. Не, возможно, я долбоеб, я и так просто камуфляж. Но, блин, выглядит, конечно, сочно, да, пацаны? Прямо. Вах, просто, вах. Соска, пушка, гонка. Еще диски такие классные черные, кстати. Блин, охуенно выглядит просто. Реально охуенно выглядит. Четкая машина вообще. Реально четкая машина. Все, скиншоты закончились. Ну, что ж, вот такой вот был информативный видосик. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал, кстати. Подписывайтесь на группу Модпакера. Все ссылки будут в описании. И также вот, его канал здесь есть тоже в ссылках. И ссылку на канал я тоже у себя оставлю в описании. И также, пацаны, подписывайтесь на мою группу. Да, 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 да. Подписывайтесь на мою группу. Здесь выходит разная информация. Короче, голосование, кстати, вот проходит еще. Ну, короче, много чего проходит. Поэтому обязательно заходите в группу И подписывайтесь Смотрите за новостями и так далее Все, всем пока